Добрый вечер! Я рада вас приветствовать на площадке онлайн-проекта «Поговорите с доктором», организаторами которого выступают Оренбургский региональный центр медицинской профилактики, общественного здоровья и Министерство здравоохранения нашего региона. Сегодня мы будем говорить о профилактике онкологических заболеваний. И наши гости Лев Александрович Кудяков и Владислав Владимирович Ткачев. Лев Александрович Кудяков – врач-онколог, хирург, главный врач Оренбургского областного клинического онкологического диспансера. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения». Кандидат медицинских наук. Доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Оренбургского государственного медицинского университета. Владислав Владимирович Ткачев – врач-хирург, онколог высшей квалификационной категории. Окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию в 2003 году. Обучался в интернатуре по хирургии и клинической ординатуре по онкологии. С 2014 года заведует отделением опухолей головы и шеи Оренбургского областного клинического онкологического диспансера. Добрый вечер, дорогие мои желанные гости. Тема серьезная. Как-то вот я так предполагаю, что никого не оставляет равнодушным, у меня в том числе. Поэтому, Лев Александрович, с общих административных вопросов начнем, как всегда. Вот сохраняет ли лидирующие позиции онкопатология в структуре заболеваний и заболеваемости жителей нашего региона? Очень традиционный вопрос, но очень важный. Да, действительно, к сожалению, онкологические заболевания прочно занимают второе место в структуре заболеваемости после сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, так и, кстати, в структуре смертности тоже. И получается, что, к сожалению, каждый пятый человек на Земле умирает именно от рака. Ну, а происходит со временем изменение самой структуры онкопатологии? На протяжении десятилетий структура особо не меняется. То есть, несмотря на изменения в окружающей среде, изменения в питании, изменения в образе жизни, тем не менее, структура заболеваемости и смертности, она остается примерно одинакова, причем примерно одинакова на всей территории страны. То есть, ну, там с какими-то, может быть, небольшими процентными отклонениями. То есть, если говорить про нашу конкретно Оренбургскую область, то на первом месте по заболеваемости это, конечно же, онкология кожи. Далее идет рак молочной железы, если рассматривать всю популяцию в целом. Далее конкурирует между собой рак легкого и колоректальный рак. Это порядка 10% от тех и тот и другой. И на пятом месте это рак желудка. Лев Александрович, вот встречаясь с вашими коллегами, медиками разных специальностей, говоря о разных болезнях, ну, в частности, инфаркты, инсульты, мы рассказывали о том, что эти заболевания помолодели. Что касается онкопатологии, там тоже тенденция к омолаживанию населения с этими проблемами? Да, мы тоже наблюдаем увеличение заболеваемости среди работающего населения, работоспособного, это вот возраст 35-45 лет. То есть, здесь отмечается не глобальный, но рост. Владислав Владимирович, все-таки мы заявили в самом начале тему опухоли головы и шеи. Давайте вот непосредственно к этой проблеме и перейдем с вашей помощью. Какое место среди онкопатологии вот как раз занимают опухоли головы и шеи? И какие онкозаболевания головы и шеи встречаются чаще всего? Вот что такое ужасное вдруг может в этой области с нами случиться? Вообще заболеваемость опухолями головы и шеи в структуре занимает шестую позицию среди всех онкопатологий. То есть, она не на первом месте, конечно, как разнонаправленно у мужского и женского пола это отличие есть. То есть, у обоих полов на первом месте это заболевание кожи, рак кожи, у женщины это молочные железы. А вот если мы говорим про заболевание опухоли головы и шеи, то на первом месте у женщин это заболевание также кожи. И отличие появляется это щитовидной железы. Рак щитовидной железы, он является на первом месте. У мужчин на первом месте заболевания те, которые органы, которые идут по пути вредных привычек курения сигарет. Это рак губы, рак полости рта, рак гортани, рак, соответственно, трахеи. И все это идет по пути вот этих вредных факторов, химических, агрессивных и термических. У женщин, конечно, это на первом месте фоновое заболевание. Заболевание щитовидной железы, оно чаще встречается, чем у мужчин. И, соответственно, из локачественной опухоли щитовидной железы тоже выходит на первое место. Добавлю немножечко. Щитовидная железа у женщин получается 4%. У мужчин, правильно сказал Владислав Владимирович, это глотка и ротовая полость. И все, что связано с приемом алкоголя и курения. То есть это самые злостные факторы, конечно, к сожалению, у мужчин. Влияет на вот эту заболеваемость, которая составляет 3,7% от общей заболеваемости. И эти факторы увеличивают риск в 40 раз. То есть это касается тех, кто имеет стаж не менее 30 лет, не менее 25 сигарет. Курильщики. Злостные, курильщики и злоупотребляющие алкоголь. Ну, хорошо. Вредные привычки – это опухоли ротовой полости. А что касается щитовидной железы, какие факторы способствуют появлению этой патологии? Здесь комплекс факторов. Они в сумму, конечно, дают это и наследственный фактор, и наличие фоновых заболеваний, которые появляются в той или иной степени, в зависимости от каких-то процессов, которые, будь то воспалительный процесс, влияет какой-то хронический или стрессовый ситуации, они, конечно, влияют на появление фоновых заболеваний, которые наблюдают, лечат эндокринологи. А уже это, конечно, группа риска для возникновения злокачественного опухоли. Давайте к вопросам от наших зрителей, поскольку они надеются получить, ну, хотя бы вот такую удаленную консультацию. Так, Владислав Владимирович, вам придется ответить на вопрос. Ирина, если нашли узел в щитовидной железе, обязательно ли нужно делать пункцию, чтобы узнать, рак это или нет? А пунктирует щитовидную железу именно вот в диагностических целях? Да, безусловно. Это делается под контролем УЗИ, то есть врач ультразвуковой диагностики, он выявляет узел, определяет его характеристики, размер, локализацию, где он находится. И, конечно, узнать его природу можно только с помощью пункции. Производится пункция, забор производится на цитологическое исследование, и цитолог уже смотрит характер этого содержимого узла. И для того, чтобы определить природу, морфологическую структуру опухоли, соответственно, и проводится пункция. Но пункция, хотел сказать, что она не является показанием к хирургическому лечению или нет. То есть это часто такое заблуждение, когда приходит по пункции, допустим, добро какое-то, то есть или кровь, или содержимое фолликулярной эпителии, то, что является содержимым щитовидной железы, клетки щитовидной железы. И это не значит, что не нужно делать операцию. Это иногда подсказывает нам, какой объем операции выполнить. А нужно делать операцию или нет, это определяет врач УЗИ по характеру узла. И, соответственно, если нормальные пункции, это вовсе не значит, что человек может сказать, что ему не нужно ничего делать. Ну, во всяком случае, мы подсказали Ирине, что без пункции обследования, без этого сложного, ей не обойтись, если уже есть узел в щитовидной железе. Владислав Владимирович, наши телезрители не оставляют без внимания эту тему. Наталья интересуется вот таким вопросом. По результатам УЗИ щитовидной железы сказали, что в одной доле есть киста. Какова вероятность, что она может перейти в рак? Вероятность существует. Процентного никто не даст соотношения, ответа. Она всегда существует. И, конечно, пункция, если это киста, и по данному УЗИ морфологически только лишь киста, это тоже легко определить, тогда пунктирует, и узел, соответственно, он спадается. И при наблюдении спустя время, полгода, год, если он не увеличивается, не появляются другие, то можно наблюдать за этим. То есть здесь переживать не стоит, но нужно только оставаться под контролем. Так, Владислав Владимирович, Валентина Сергеевна хотела бы с вами поговорить. Если в щитовидной железе был рак, и ее удалили, может ли человек считаться полностью вылеченным от онкологии? И сколько лет надо наблюдаться у онколога с подобным заболеванием? Полное выздоровление приходит? Да. О, как хорошо. Лечится очень хорошо щитовидная железа. Можем так сказать, что она даже прощает какие-то вещи, такие как позднее обращение. То есть пациент, когда длительно наблюдается у эндокринолога, он, потому что опухоль, она никак себе не дает о себе знать. То есть происходит наблюдение, и узел не растет. Это не говорит о том, что он доброкачественный. Он может быть также злокачественный, но много лет находиться в щитовидной железе. При удалении хирургическом адекватном лечении в радикальном объеме из лечения наступает в большинстве случаев больше 90%. 94%. А знаете, вот постоперационный период, прям любопытно, как будут развиваться события. Предположим, состоялась благополучная операция с прекрасным исходом. Щитовидную железу удаляют. Человек может восстановиться? Ведь достаточно важный орган отсутствует. Да, во-первых, это лечение, оно только хирургическое. Особенности щитовидной железы, рак щитовидной железы, он химиорадиорезистентный. Он не лечится ни химиотерапией, ни лучевой терапией, только хирургически. Если хирургически правильно сделать операцию с сохранением пара щитовидных желез, с сохранением возвратных нервов, то реабилитация полностью наступает. Человек выздоравливает, возвращается к здоровому образу жизни. Он с единственным условием, он необходим принимать гормонозаместительную терапию. Но это проводится. Это одна таблетка каждый день утром, она полностью компенсирует. Мы упустили финал вопроса Валентины Сергеевны. Она спрашивает, сколько лет после операции надо наблюдаться у специалиста? При злокачественных заболеваниях щитовидной железы пожизненное наблюдение идет. Вот такой сейчас приказ, поэтому мы наблюдаем таких пациентов. Мне кажется, контроль в этом деле превыше всего. Контроль, наблюдение и вера в выздоровление и надежда на специалистов. Лев Александрович, сейчас в сторону немножечко отодвину вопрос аудитории. Очень мне любопытно, какие новые технологии освоены за последний год в Оренбургском онкодиспансере для лечения пациентов? И явно этот процесс идет без остановок. Чем можно порадовать и похвастаться? Мы практически без остановки осваиваем новые методы лечения, технологии диагностики. Из последних новелл последнего года, ну что могу так нам скидку сказать, это вот операция, про которую расскажет Владислав Владимирович наверняка, когда мы без разреза на шее удаляем щитовидную железу и все, что с ней связано через ротовую полость. То есть это, конечно, уникальная операция, ее делаем в стране только мы и Москва. И это определение сторожевого лимфатического узла. То есть сейчас мы осваиваем эту методику и в абдоминальной хирургии, и в тракальной, и в гинекологии. Гинекологи уже во все оперируют. Вот целый прям существенный прорыв сделан был в эндоскопической диагностике и в эндоскопическо-хирургическом лечении внутрипросветном. То есть мы сейчас делаем и под контролем внутрипросветного УЗИ, мы делаем пункции эндобархиальные и в желудке и кишечнике. То есть мы без разреза можем определять и ставить диагнозы при раке поджелудочной железы, при раке желудка, при раке толстого кишечника, при раке бронхов. Вот чего, конечно, мы не делали раньше. Новые методики осваивают лучевой терапии, конфорное облучение, стереотоксическое облучение. Пришло оборудование. Мы сейчас осваиваем методику стереотаксиса при маммографических исследованиях. Новые схемы химиотерапии, иммунотерапии. Ну, в общем-то, мы развиваемся бурно. То есть команда сильная, мы работаем в этом направлении упорно. Сейчас я предлагаю ненадолго прервать наш разговор в студии, а вам в эти несколько минут представить видеоматериал, который подготовлен к сегодняшнему выпуску программы. В Оренбургской области сегодня на учете у специалистов-онкологов находится более 60 тысяч жителей региона. Причем у 58% из них диагноз установлен 5 лет назад и более. Оренбургская онкологическая служба оказывает помощь онкологическим пациентам на таком уровне, что не надо никуда ехать. Мы совершенно спокойно любую онкологическую помощь на территории Оренбургской области качественно, быстро и эффективно оказываем. Сегодня в Оренбурге создана трехуровневая модель работы с онкологическими пациентами. Первичная медико-санитарная помощь, которая организована в городских и районных больницах. Первичная специализированная помощь по профилю онкология. Это 26 первичных онкологических кабинетов и 15 центров амбулаторной онкологической помощи. Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь на базе Оренбургского областного и Орского онкологических диспансеров, а также крупнейших клинических центров области в Бузулуке и Оренбурге. В лечении онкопациентов задействованы специалисты разных профилей. В 2021 году губернатор Оренбургской области Денис Паслер в рамках национального проекта здравоохранения утвердил разработанную под руководством министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она направлена на улучшение доступности диагностики и качества лечения, расширение профилактических возможностей, раннее выявление онкопатологии. Федеральное финансирование программы позволило оснастить медицинские учреждения службы самым современным оборудованием. За последние четыре года было закуплено аппаратуры на сумму свыше полутора миллиардов рублей. Это линейные ускорители, компьютерные и магниторезонансные томографы, цифровые мамографы, рентген-диагностические установки, УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопическое оборудование, техника для гистологических и цитологических исследований, аппарат близкофокусной рентгенотерапии и многое другое. Ну, я тут потрясенная изменениями, переменами, инноваторскими процессами в онкодиспансере, как-то упустила все-таки подробности. Владислав Владимирович, ну давайте поподробнее об этой новой технологии, о той самой операции, которая подвластна рукам не только москвичей, но и наших оренбургских врачей. Хотел рассказать эту, на самом деле, очень интересную историю, как все это началось. Москвичи, они в качестве такого мастер-класса выезжали в регионы для того, чтобы показать новые технологии, потому что в центре у них доступны различные методы самые современные. Они ездили с лекциями и вот выбрали наш регион для того, чтобы приехать, рассказать с лекции, как они выполняют такую операцию. Но вот Лев Александрович в разговоре с ними, он сказал, зачем нам лекции, давайте вы, может быть, попробуете у нас и проведете такой мастер-класс, и проведете такую операцию вживую. Тем более у нас на тот момент уже было все оборудование. Мы использовали этот комплекс эндохирургический для лечения предаточных пазух носа. У нас был опыт. И так как мы неплохо оперируем на щитовидной железе, на хорошем уровне, это фактически сочетание вот этих двух методов, эндоскопически оперировать щитовидную железу. И врач с Обнинска, который впервые как бы в России ввел это в широкую массу применения такого метода, он и приехал, и это все легло вот так, можно сказать, на благодатную почву нашего коллектива, который способен. Это не моя какая-то определенная заслуга. Это весь коллектив, то есть это анестезиологи, медсестры, операционные сестры, все готовые были для... То есть уровень такой позволял для того, чтобы осуществить эту... Ну и немножко удачи, и вот это сочетание. Я съездил в Москву, мы отучились, и самостоятельно на... Во-первых, вот этот мастер-класс прошел на нашем оборудовании, нам было легче уже, мы фактически увидели вживую, что это возможно, и мы, после того, как я отучился, в Москве мы самостоятельно выполнили, мы на своей территории освоили вот этот метод. Ну, я поздравляю вас с такой, прям, не хочется говорить, маленькой, большой победой, которая дает и выздоровление, и надежду людям на то, что вот подобные заболевания – это не приговор. Сколько вы уже сделали операций? 17 операций мы сделали, то есть это очень хороший результат. Каждый понедельник мы выполняем, то есть первая операция, которую мы выполняли, вообще все ресурсы были направлены на то, чтобы у нас все получилось. Мы тщательно отбирали пациентов, у нас были и скептики с других регионов, которые задавали вопрос, зачем мы и так оперируете хорошо, и шов практически не видно, но мы увидели в этом другие перспективы, то есть когда оперируешь с использованием эндоскопической, видеотехнологии, она дает совершенно другие возможности. Поэтому мы поняли, что это будущее, и, соответственно, мы стали применять. Мы делаем, и все операции очень успешно прошли. Говоря театральным языком, поздравляю вас с премьерой, которая имеет счастливое продолжение все в новых и в новых вариантах. Лев Александрович, теперь пришло время поговорить на мою самую любимую тему. Это скрининговые программы. Давайте напомним, сколько их, какие они, насколько они информативны, и как жители нашего региона могут попасть в группу обследуемых. Ну, прежде всего, хочется сказать, что благодаря действительно очень внимательному, вдумчивому отношению руководства нашего региона, мы в 2020 году под руководством нашего вице-губернатора и министра здравоохранения Татьяны Леонидовны Савиной сформировали программу по борьбе с онкологическими заболеваниями в Оренбургской области, и мы заранее запрограммировали создание семи скринингов. До конца 2024 года мы планируем создать семь скринингов. На сегодняшний день работает четыре. Два из них работают очень эффективно, два работают тоже хорошо, и, в принципе, есть результаты, которыми мы не стыдимся, и мы гордимся этими результатами. Вот, например, в 2023 году по скринингу рака шейки матки было обследовано 231 тысяча женщин и выявлено свыше 1500 предраковых состояний, и выявлено 53 рака. Скрининг рака легких – это инновация нашей Оренбургской области. Этот скрининг проводится далеко не везде, то есть я буквально могу назвать пять регионов страны, где этот скрининг выполняется. Так вот, из 140 тысяч пациентов, не пациентов, а условно здоровых людей, которые попали в этот скрининг, а туда, напомню, попадают злостные курильщики, которые курят 30 и более пачка лет, то есть пачка в день на протяжении 30 лет. Так вот, было выявлено свыше 60 заболеваний, вот из них 14 раков на ранней стадии. Скрининг по раку молочной железы. В этом скрининге приняло участие 123 тысячи женщин Оренбуржья, и у 737 из них был выявлен рак, и преимущественно тоже на ранней стадии. Ну и колоректальный скрининг – это тот скрининг организации, который на сегодняшний день транслируется как наиболее удачная практика проведения скрининга в стране. Напомню, что у нас есть три центра скрининга – это Орск, Базулук и Оренбург. Идет двухэтапный скрининг, то есть на первом этапе собирается биологический материал, где определяется скрытая кровь в кале, и у тех, у кого есть положительные результаты, направляется уже на второй этап – это под наркозом выполнение колоноскопического исследования. Так вот, в 2023 году в общем вот этом скрининге, то есть сбор материала приняло участие 108 тысяч оренбуржцев, и у около тысячи из них были определены показатели положительные, что есть проблемы. И свыше 700 из них был обнаружен предрак и 183 рак. Мы вывели даже закономерность, то есть на каждую тысячу компьютерных томографий при скрининге рака легкого выявляется три рака, на каждую тысячу маммографических исследований выявляется пять раков у женщин, и на каждую тысячу колоноскопических исследований выявляется 50 раков колоректальных. И при раке шейки матки здесь корреляция идет пять, опять же, выявленных раков на каждую тысячу исследований. В общем, скрининговые программы – это реальная возможность выявить онкозаболевание на ранней стадии? На ранней стадии, тогда, когда еще ничто не беспокоит, человек понятия не имеет, что у него есть проблемы. Ну, и мы все помним, конечно, хорошо, что рано выявленный рак, он легко поддается лечению. Лев Александрович, вы сказали, что в перспективе будет семь скрининговых программ, четыре благополучно работают и эффективно, и с определенными конкретными результатами. А вот те оставшихся три, что это будет, и когда они вступят в действие? Ну, вот мы сейчас работаем над запуском скрининга по раку кожи. Понятно, что заболеваемость по раку кожи на первом месте в Оренбургской области. У нас очень солнечный регион. Далее мы планируем в следующем году запустить стоматологический скрининг, потому что хоть и небольшой процент заболеваний ротовой полости, но тем не менее, как правило, почему-то как раз с этими заболеваниями обращаются на поздние стадии. То есть, казалось бы, рак языка, но это как можно допустить его до четвертой стадии? Но тем не менее, это так. И обращаются очень часто именно с этими локализациями, когда уже нечем помочь, сложно чем-то помочь. И рак желудка. С раком желудка мы сейчас как раз прорабатываем различные инновационные методы запуска этого скрининга. Там есть сложности, потому что там тоже будет вторым этапом гастроскопия. Вот на первом этапе там пипсиногеновый тест, он не входит в программу ОМС на сегодняшний день. Вот думаем, пока что с этим делать. Вы нашу пользу решите вопрос, пожалуйста. Ну, постараемся. Вы знаете, мне вот в человеческом плане очень нравится в онкодиспансере день открытых дверей и особенно вот эти летучие выездные акции онкодесант, когда люди из самых удаленных уголочков, которые подчас не могут добраться до районных поликлиник городских и областных, обследуются вашими специалистами. Эта практика продолжается, я надеюсь? Да, мы практику эту продолжаем. Эта практика, она идет достаточно давно, с 17-го года, то есть мы вот уже шестой или седьмой год подряд выезжаем в отдаленные районы, выезжает бригада онкологов и специалистов диагностики, как правило, это 10-12 человек. Заранее мы предупреждаем, главный врач больницы, куда мы едем, готовим пациентов, которых надо посмотреть. А как правило, это происходит в субботу, то есть врачи в свободное, от основной работы время, в свое личное время едут помогать людям. И мы обычно осматриваем от 60 до 120 человек вот за эту субботу. И в этом году мы также выезжали, выезжал также Орск, Орский онкодиспансер, это наши ближайшие коллеги, друзья и соратники, вот как как раз за Восток отвечает, Орский диспансер. Было сделано 22 выезда, было осмотрено свыше 2000, 2700, по-моему, сейчас боюсь ошибиться, человек, и около 400 из них были выявлены подозрения на онкологическое заболевание, пациенты были направлены в онкодиспансеры для дообследования. Если говорить про дни открытых дверей, это немножко другая история, но похожая. То есть если тут мы выезжаем сами и работаем в отдаленных территориях, там, где вообще сложно попасть быстро к врачу, то здесь речь идет о том, что мы открываем свои двери, это тоже происходит в субботу, и говорим, все, кто хочет, может прийти к нам, ну, кто успел записаться, потому что понятно, что ресурсы ограничены, и мы можем принимать только какое-то количество ограниченных пациентов. В общей сложности мы провели тоже с десяток, наверное, дней открытых дверей, вот 1400 пациентов было осмотрено в общей сложности, и около 290 из них с подозрением были направлены на дальнейшее дообследование. Ну, серьезные вообще-то цифры вы называете, но, знаете, дорогие мои гости, дорогие любимые доктора, я вот все понимаю, новое оборудование, новые высокие технологии, искусственный интеллект, мастерство врачей, преданность профессии своей, наша безграничная вера в вас, это все инструменты для спасения жизни и для здоровья людей. Но мне кажется, если люди сами, ну, как бы не обратят внимание на свой образ жизни и цели, и задачи, то помочь, может быть, уже будет и невозможно. При любых группах заболеваний с вашими коллегами мы всегда говорим о профилактических мероприятиях, о каких-то методах, методиках. Научите нас, как нам дальше жить, чтобы избежать вот этих катастроф. Здесь просто нужно понимать механизм, как появляются риски возникновения слокачественной опухоли. Если мы говорим о локализации опухоли головы и шеи, то есть это часто распространено, это полость рта, это какие-то избежать необходимой травмы, то есть полость рта, это будь то лечение у стоматолога, если край зуба, допустим, он травмирует слизистую, это беда, это нужно с этим не мириться, все отложить нужно дела и посетить стоматолога, показать на вот этот участок, он знает, что делать. Это если исключить, потому что слизистая наша, которая находится в постоянном воздействии, химическом или травматизации, длительная заживающая рана, это вот как раз и первый шаг на пути. И отсюда и профилактика вся. То есть нужно исключать. А если это в сочетании еще с вредными привычками, поэтому здоровый образ жизни и следить за вот этими всеми моментами. Конечно, никто не застрахован, но если произошла какая-то травматизация, необходимо как можно раньше, чтобы произошло заживление. Ну и в целом я добавлю про то, как уберечь себя от рака. Ну, рецепт, он на самом деле очень простой, то есть это вести здоровый образ жизни, это очень важно, это правильное питание, здоровый образ жизни, следить за своим организмом. То есть если что-то пошло не так, вы чувствуете, что есть какие-то сбои, надо идти обращаться к врачу. И самое главное в этой истории, это вот диспансерное наблюдение, профилактические осмотры. Потому что большинство онкологических заболеваний протекает скрытно, их достаточно сложно определить, если они только вот не наружная локализация, то есть это кожные, допустим, образования. Вот, это вот самое главное. Итак, очередной выпуск программы «Поговорите с доктором» завершен. Следите за анонсами программы, темы для будущих встреч, как всегда нам подскажете вы. Всего доброго и, пожалуйста, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова